Я приветствую своих зрителей, приветствую тебя, Полина. Сегодня твой первый выход, наверное, я бы так сказала, на широкую аудиторию. И ты даже не представляешь, насколько эта аудитория широка. Действительно, потому что, начиная с 2016 года, когда я начинала с аккаунта в Ютубе с пяти подписчиков, на сегодняшний день это больше 83 тысяч подписчиков. И это именно те люди, которые пришли на тему условного голодания, на тему очищения организма. Вот настолько велика аудитория интересующихся. И у меня нет ни малейшего сомнения в том, что это действительно люди, которые интересуются темой очищения организма как одного из базовых, важных средств и методов для общего оздоровления. Почему я в этом не сомневаюсь? Потому что в противном случае тогда любые люди просто отписывались. И подписчикам становилось меньше. Но этого не происходит, из чего я делаю вывод, что действительно все темы, которые я затрагиваю вокруг очищения организма, вокруг хронических заболеваний, которые рождаются именно на фоне загрязнения организма. Эти темы очень актуальны для моей аудитории. И вот сегодня у нас просто бомбическая тема, я считаю. Это нечто новое вообще. Я еще так плотно не касалась темы взаимодействия эфирных масел и условного голодания. Это громкое название. Это даже претендует на некое такое ноу-хау. Хотя на самом деле я понимаю, что это не является чем-то новым. Если просто логически поразмыслить, что условное голодание, ну, погонян мы имеем в виду, потому что мы только этот вид очищения рассматриваем. Это очень древняя практика, но как бы старая практика. Еще Арнольд Эретт там больше ста лет назад уже об этом говорил и практиковал. То эфирные масла, это еще более старая практика. Это вообще уходит корнями в большую древность. И об этом тоже можно много говорить. И на самом деле соединяются просто две древние практики в одну. Но то, что мы получили в итоге с тобой, да, при соединении этих двух древних практик, просто не укладывается даже в мое понимание, это не укладывается, насколько это чудесным образом работает. Поэтому я обращаюсь сегодня к тем, кто смотрит это видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что то, что расскажет Полина, как первопроходец в этой области, это просто уникальные вещи. Такого вы не найдете больше ни на одном канале. Вот за это я ручаюсь всеми своими руками, ногами, частями тела, что я смотрела, да, я инспектировала. Такого мы опыта не находим нигде. Поэтому сегодняшнее видео – это открытие, это начало нового цикла фильмов, да, можно так сказать, начало, старт, в котором мы с Полиной будем освещать именно тематику условного голодания в свете эфирных масел, почему вы поймете сейчас из нашего разговора, почему мы увязываем именно эти две вещи в очень плотную сцепку и больше не собираемся расставаться вот с этим альянсом. Почему именно Полина? Я хочу сказать свое водное слово, почему именно Полина стал героем этого сериала? Потому что это первый человек на моей практике, шестилетний, а на практике с эфирными маслами – это за год первый человек, который настолько преуспел в изучении и применении эфирных масел именно во время условного голодания, что мне кажется, на эту тему уже Полина может написать какую-то диссертацию, ну, возможно, не диссертацию, но на книгу ты точно уже тянешь это, и я думаю, что это будет, эта книга обязательно, она родится, рано или поздно, но она родится, потому что то, что получила ты опыт, это достойно описания, и точно так же, как масса людей пошли вслед за мной, когда я начала описывать свое условное голодание, вот точно так же, я уверена, масса людей пойдут по твоему пути, за тобой, даже бы, я так сказала, под твоим чутким руководством в отношении применения эфирных масел. Ну и буквально два слова еще перед тем, как я задам тебе свой первый вопрос. Это мое обращение снова к аудитории, чтобы вы понимали, что Полина не какой-то космический пришелец, да, это человек, это один из нас, причем это человек с большими проблемами по здоровью, она и пришла в эту тему именно с проблемами, и она сама о них расскажет. То есть это обычный человек, без каких-либо там специальных медицинских дипломов, это просто человек, который пошел глубоко и получил очень хороший результат. Эта тема соединения эфирных масел и условного голодания, она совершенно не случайна, потому что это просто караул, это просто караул, что стоит за темой условного голодания, когда люди самостоятельно бросаются в эти эксперименты. Весь мой шестилетний путь, пока я занимаюсь этой темой и консультирую людей, провожу различные там курсы, марафоны по этой теме, он просто изобилует теми тревожными сообщениями, которые я получаю от незнакомых мне людей. Из 10 сообщений, которые приходят мне в личку просто от людей, практикующих условное голодание, 9 – это письма о возникших проблемах и просьбой оказать помощь в решении этих проблем. Эти проблемы, они классические, их можно перечислить по пальцам. В первую очередь, это интоксикация, причем бывает очень сильная интоксикация, ну, вплоть до вызова скорой помощи. Это обострение хронических заболеваний, это вот просто, ну, это просто как вселенский плач, я бы так сказала. Это невозможность справиться с чувством голода и срывы на еду, ну, и ряд других мелких проблем, ну, мелких или крупных, но вот эти три основные я назвала. И для того, чтобы люди не страдали от этих проблем, чтобы они не долбились во все двери, помогите, спасите, как мне решить этот вопрос, мы начинаем с Полины вот этот всеобуч, я бы так сказала, да, вот эту обучающую серию видео, в которых мы будем рассказывать, как именно можно решить эти проблемы, а точнее даже не доводить до возникновения этих проблем, то есть заниматься больше даже профилактикой. Итак, первый вопрос, Полине. Полина, ну, кратко о себе и о том, какие проблемы привели тебя в эту тему, в тему условного голодания. Ну, Байя, я тогда начну с стандартов, которыми я смотрела, как ты начинаешь свои обзоры, то есть то, что касается веса, роста, да, как топ-модели мы с тобой. Да. Значит, я, мой рост 161 сантиметр, и вес на данный момент 54 килограмма. 161? Твой рост 161? Да-да, я небольшая. Ты такая маленькая? Да-да. Слушай, а на фото, на видео ты кажешься очень высоким человеком. Ну, вот так вот. Наверное, за счет стройности. Наверное, наверное. Хорошо, не перебивай. На данный момент мой вес составляет 54 килограмма. Я считаю, что это моя норма. Вот, то есть я, если я уже вниз ухожу, я уже такая с обвисшим лицом, то есть мне это не очень нравится. Вот. А начинала я с веса, первое мое условное голодание, я весила где-то 62 килограмма. То есть это был, конечно, уже такой для меня, для моего роста слишком большой вес. Я это уже чувствовала. Ну, я сейчас расскажу об этом. Вот. Через пару недель мне исполняется 53 года. То есть это примерно тот возраст, с которого ты начала. Да-да. Твой путь. Что я еще хотела сказать, что, в принципе, я уникальный человек в том, что сколько болезней, сколько проблем вообще на меня обрушилось с самого моего рождения. То есть уже где-то через два часа после моего рождения у меня был родовой сепсис обнаружен. И мне делали сразу переливание крови. Потом в пять лет у меня было первое аутоиммунное заболевание с хлеродермией, поражение кожных покровов. Это тоже было для моих родителей вообще катастрофа. Меня сразу начали возить по врачам. Никто мне не мог родителям ничего сказать. Диагноз не могли поставить. Меня повезли в Москву. Там поставили диагноз. Пичкали меня просто массой антибиотиков. Оттуда, я думаю, и пошли все мои дальнейшие проблемы и проблемы, которые позже возникли. Потому что антибиотики, это, конечно, мы знаем сейчас, что это просто катастрофа для организма. И единственное, что мне помогло тогда, и ты, наверное, знаешь это место, около Сочи, город Хоста, Мацеста, эти сероводородные ванны, это было единственное, что меня спасло. То есть уже тогда, будучи ребенком, я как бы на себе поняла, что природные методы, натуральные методы, они самые действенные, самые лучшие. Ну, в дальнейшем, там, как у многих, наверное, я думаю, что у меня это еще и генетически, у меня обнаружили в 27 лет миома матки. Ну, врачи, ты знаешь, как они лечат, они наблюдают, да, вот у меня наблюдали-наблюдали до 49 лет, и донаблюдали, что там уже была эта миома размером, там, не знаю, с мяч, вот, и мне один гинеколог, значит, просто предложила обязательно удалять, ну, в принципе, уже такой возраст у меня был, так скажем, не для того, чтобы рожать детей, так как обычно принято в 20, там, в 30 лет, вот, и я согласилась на эту операцию, и после этого у меня начались проблемы уже с суставами, и в конце концов, я уже, уже даже потом, какой-то день я проснулась и почувствовала, что у меня просто болят все суставы, я просто не могу двигать нормально руками, я начала зубы чистить, и у меня просто боли были, когда я зубную щетку в руке держала, уже не говоря о чайнике и так далее, то есть это были просто адские боли, и я пошла, опять же, по врачам, куда мне было еще, но опять же мне никто не мог помочь, и я уже сама полезла в интернет, благо интернет у нас есть, по симптомам определила сама себе диагноз, вот, и мне нужно было, чтобы мне его кто-то подтвердил, пришла к ревматологу, я у него из-за первого алтейминного заболевания уже наблюдалась, и он мне поставил коллагеноз, это вообще не заболевание, а вот такое, как бы, общее название над многими болезнями из этой серии, так скажем, коллагеноз он мне поставил, то есть это нечто, сам не знаю что, вот, ну, то есть что-то с повреждением тканей и саморазрушительное, то есть аутоиммунное заболевание, вот, и вот после этого, собственно, начались мои поиски, то есть я поняла, что к врачам ходить бесполезно, то есть, ну, окей, в лучшем случае они тебе могут сделать диагностику правильную, но все равно я уже перешла на мото исцели себя сам, то есть я уже начала искать вот какую-то литературу по самоисцелению и так далее, то есть вот это меня уже сподвигло, потому что я уже думаю, ну, я уже в таком возрасте, когда человек сам может подключить свою голову и искать пути, вот, уже достаточно у меня опыта с болезнями, да, теперь надо учиться, набирать какой-то опыт, чтобы с этими болезнями самой бороться, вот, к тому времени я уже тоже много читала про самоисцеление и наши ресурсы организма, что наш организм самосовершенная система, самовосстанавливающаяся, вот, и мне нужно было просто применить эти все теоретические знания, да, на практике, вот, и подытоживаю этот свой ответ, да, что с чем я пришла к тебе, с чем я пришла на условные голодания, значит, первое, это вот коллагеноз, второе, вот, с гинекологической стороны у меня был эндометриоз, еще у меня был парадонтоз, остеохондроз шейный и поясничный, и вот разрыв коленного мениска, там вот спазмы в мышцах у меня вот образовались. Вот с этим всем букетом я пришла на условное голодание, и вот обо всем этом мечтала, что все это, избавиться от всего этого, и вот искала методы именно в условном голодании. И вот тут я, наверное, добавлю еще, я в самом начале это упустила сказать, как мы познакомились, я, наверное, должна сейчас это добавить, то есть, когда в каком-то году ты пришла ко мне как клиентка, вот с этим вот, со своим букетом, вот я сейчас уже по прошествии, да, этих лет, я могу сказать, что мне тогда было страшно, вот, я просто думаю, блин, отчаянная женщина, у нее такой рассадник вот этой хроники, и она рвется в бой, блин, но это так сложно, да, вот это же, я не знаю, насколько хватит у нее там последовательности, терпения, потому что это настолько глубокие и сложные поражения, то системные поражения глубокие, вплоть до твердых тканей, то есть у меня внутри был такой страх, что ничего не получится, и, ну, как всегда, когда ничего не получается, это разочарование, но потом я себя успокую, сказала, хорошо, мы будем действовать, да, и мы сделаем все возможное, но как оно пойдет, я должна честно об этом сказать, да, что мы не знаем, как пойдет, но мы будем действовать, потому что на тот момент был выбор, да, либо бездействовать и, грубо говоря, разваливаться, либо действовать, и хотя никто не, там, да, не дает гарантии, но есть надежда, есть понимание процесса, как это все происходит, и именно вот так, да, наше состоялось первое знакомство, и к моему большому удивлению мы пошли, и я не уставала удивляться, как ты взялась за это, ну, грамотно, ну, ты вообще человек умный, грамотный, да, но как ты анализировала свои, даже свои проблемы, которые возникали там, да, потом о них позже скажем, как ты их анализировала, то есть ты не кричала, сос, ты не билась в истерике, ты просто садилась и анализировала, почему, что произошло, что я могу сделать, и вот благодаря этому, благодаря вот такому, твоему взвешенному, мудрому подходу к своим проблемам, у нас и родился, я считаю, вот этот альянс, который из отношений консультант-клиент переросли просто в партнерские отношения, и вот сейчас мы с тобой полноправные партнеры, которые взялись освещать вот эту вот очень важную тему для людей. Так, ну, тогда перехожу ко второму вопросу. Каков твой опыт в цифрах? То есть сколько раз ты уже принималась за эти курсы очищения? Ну, начала я, собственно, мы с тобой, по-моему, познакомились в 2019 году. По-моему, да. Вот как раз после того, как меня удалили матку, и вот когда начались проблемы, то есть где-то там год прошел, да, это была операция где-то в 2018 году, и, в общем, вот пока я обошла всех врачей, все перепробовала. Вот прошел год, и в 2019-м я к тебе обратилась. Тогда тоже я немножко тянула резину, потому что у меня все не складывалось. Потом еще я почувствовала, что я не могу сразу уйти в голодание. Вот как раз то, что ты сейчас очень пропагандируешь, что людям не бросаться сразу в голодание, а подготовиться. И вот у меня тоже был такой длительный подготовительный период, пока я перестраивала питание, там тоже у меня... Я даже помню, что я поехала в Грецию отдыхать, вот, и что там все кушают, все что-то такое, как, ну, сейчас я понимаю, запрещенное, вот, а мне нельзя. Я даже перья борщила тогда. Я ничего, кроме сырых овощей, не кушала. Я даже вообще ничего вареного не кушала. То есть вот просто только вот эти все помидоры, огурцы, то, что нам давали на завтрак, вот и маслины, я помню. Я с завистью смотрела на людей, но я знала так, мне нельзя. Это был долгий такой период. И сейчас вот буквально две недели назад я закончила условное голодание. Это было девятое по счету условное голодание. Я тогда планировала, в девятнадцатом году, я планировала, что я буду делать заход на два года, как было в книжке у Агоня написано. То есть два года, раз в квартал. Но я тоже не совсем в эти рамки вошла. Я делала и какие-то больше перерывы. Вот. Но в результате, в общем, восемь своих куге я сделала. И вот это был сейчас, две недели назад, девятое. То есть вот это в цифрах, в общих цифрах. Сейчас, наверное, нужно затронуть тему проблем, поскольку это и есть ключевой момент. Какие проблемы можешь перечислить? Какие проблемы возникали вот на этом пути практики очищения? Я сейчас расскажу то, что я помню. Потому что, конечно, столько времени прошло. И то, что вот у меня просто в памяти вот так вот как ярко запечатлилось. У меня в памяти ярче всего гипискус. Гипискус. Я это очень запомнила. Хотя я про него вообще забыла. Но как заболевание, которое обострилось, это был рефлюкс. Причем я это вообще... До этого у меня вообще этой проблемы не было как-то так особо. То есть оно, вот если я что-то покушала, там много хлеба или еще что-то, да, оно у меня возникало. Но в основном меня это не беспокоило. И тут вдруг вот на условном голодании оно так обострилось. Я просто очень сильно удивилась, испугалась. И тоже думала, ну все. Помнишь, наверное, даже, что я металась выходить, не выходить из условного голодания. И вот мы с тобой искали решение. Ты мне там, по-моему, на неделю 200 разных вариантов писала. Попробуй то, попробуй то. Я пыталась. И, в общем, мы как-то нашли потом это решение. Вот. И причем я помню, опять же, что я побежала все-таки к врачу. Он мне выписал, чтобы обычно, вот для, чтобы желудочный сок подавить в отделение пантазол или что-то такое. Вот он мне выписал. Я начала пить это лекарство и поняла, что не-не-не, оно мне даже хуже все делает. Я просто выкинула все эти лекарства. Если бы сейчас у меня были эфирные масла, я бы уже знала, что делать. Вот. Но тогда у нас ничего, кроме обычного, обычных методов не было. И поэтому вот эти страдания мне пришлось пережить. Вот это первая была моя большая боль. И второе, то, что вот суставы, конечно. Суставы, это было, в принципе, то, с чего, почему я вообще потом, ну, это мы позже с тобой поговорим. Да, у нас еще будет много возможностей. Просто это было время, да, что мне нужно было пережить. Вот. Но на тот момент это были две мои проблемы, которые, которые меня беспокоили именно на условном голодании. Потом у меня еще судороги начались, потом у меня в суставах тоже надо было как-то это решать. Но я потом зарядки всякие сделала. Вот. Но это все было только временное решение. Вот это, наверное, основные две вещи, которые я помню, вот так, что у меня было тогда. Ну, и почему я запомнила гибискус? Потому что это был такой невинный поход в кафе с подругой, да? Да, да, да. Да, она там что-то пила, а ты взяла себе чай из гибискуса. И после него ты загнулась, у тебя начались желудочные боли. И вот мне так запомнилось, думаю, ну, блин, казалось бы, какой-то невинный гибискус, да? Чай из гибискуса. Это же не там, я не знаю, это не кружка пива, да? Это просто чай из гибискуса. И насколько здесь все тонко, что вот так он раз и испортил тебе вот это, все твое состояние. И потом, да, мы вот это вот долго, долго это не могло решиться. Но теперь-то вот, да, имея вот такие вот дома шкафчики с эфирными маслами, мы теперь нам, мы можем пить гибиску сколько угодно. И мы знаем, как из этого выходить. Вот. И, значит, вот, да, вот по этим осложнениям. Ну, это вот как раз и есть, это и было обострение, которое, без которого невозможно исцеление. Теперь-то мы знаем, да, что исцеление проходит через обострение имеющихся проблем. Но теперь мы знаем и еще одно, что у нас есть в руках подушка безопасности, да, вот такие вот шкафчики, полочки с маслами. И мы можем эту подушку подкладывать и переносить вот эти вот осложнения с наименьшими страданиями. Вот в чем дело. И поэтому наш, вот, твой, да, в частности, опыт, он очень богат, потому что тебе есть с чем сравнить, да, состояние тогда и состояние сейчас. Ну, да, мы все это будем еще говорить, поскольку мы договорились, да, что у нас серия видео и что мы еще очень много будем рассказывать, да, людям о их проблемах, которые тоже являются и составной частью твоих проблем, да, и как их решать именно на условном голодании. Когда ты стала обладателем своей первой коллекции эфирных масел, тебе сразу пришла вот эта идея совместить их с условным голоданием или как ты от кого-то это узнал или услышал, то есть как ты решилась применять именно масла на условном голодании? С какого, с чьей подачей, ну, как, в общем, как это происходило? Ну, я, наверное, немножко прокручу назад, потому что ты перепрыгнула тот момент, ты уже сразу начала что было, когда я получила аптечку, я немножко откручу время назад. Вообще, я узнала от тебя о том, что существуют вообще эфирные масла, то есть для меня, ну, они, наверное, где-то были, где-то я слышала, краем уха, но для меня это было неактуально, ну, масла и масла где-то есть, какое отношение они имеют ко мне. И когда я получила от тебя очередную рассылку, я тоже очень удивилась, что, в принципе, я уже в таком автономном режиме сама делаю условное голодание, вот, и тут я получаю от тебя рассылку как раз на тему, которая меня волнует, потому что проблема с суставами, она не была до конца решена, даже несмотря на условное голодание, я говорю, я погашала симптомы путем зарядок, вот, путем регулярных очищений, но стопроцентного решения проблемы это мне, к сожалению, тогда не принесло, и вот, и когда я получила эту рассылку, я думаю, вау, может быть, вот это решение, эфирные масла Бая, Бая, ну, тебе я уже доверяла, конечно, как человеку, который меня спасал, так скажем, в тяжелых ситуациях, и тем более, я вот еще забыла сказать, что та проблема с суставами, да, я посмотрела, когда вот я искала видео, что это такое, я нашла видео, где молодые люди попадали с этими диагнозами просто в эти, как по-русски называется, в инвалидные коляски, кресло-каталки, да, вот эти, инвалидные коляски, вот, и это меня настолько испугало, на самом деле, вот я тоже хотела сказать, что это и был основной, скажем, мотивирующий момент, почему я так крепко за все это взялась, тогда с тобой взялась в этом, в этот эксперимент, втянулась, потому что мой основной мотиватор был страх, иногда страх хороший мотиватор, да, ну, в принципе, да, то есть началось с рассылки, когда ты увидел информацию, то есть тебе сразу пришла в голову эта мысль, что это можно соединить, и это мысли, это можно соединить, но то, что это используют на условном голодании, это, конечно, пришло позже, когда я испытала, то есть, когда я получила свою рассылку, это был первый шаг, когда я получила свою аптечку, это уже был первый шаг экспериментального плана, то есть, что я уже попробовала, первое, что я схватила, конечно, было деблю, я нанесла тут же на ногу, которая у меня болела сустав, и вот у меня была актуальная вот в тот момент актуальная боль, я буквально нанесла деблю с маслом базовым, и все, то есть, минуты через две, может, даже через одну боль была снята, то есть, я вообще была в шоке, я очень обрадовалась, и поэтому дальше я уже, когда начала изучать дальше масла, я поняла, что, классно, вот у меня скоро будет еще УГ, может быть, я тогда попробую, ну, ты еще много чего рассказывала про масла, потом в наших чатах и так далее, поэтому, конечно, все это меня подвигало, и эта вот идея так зрела, зрела во мне, но, то есть, опять же, ты меня на эту идею и сподвигала. Ну, да, и так мы видим, что основные проблемы, которые являются не только твоими основными, но и проблемами, основными проблемами большинства людей, то есть, во-первых, проблемы опорно-двигательного аппарата, это очень распространено, это проблемы пищеварительной системы, ну, и дополнительно, это и кожные проблемы, это и проблемы других выделительных систем, и еще масса проблем, и теперь мы можем, как говорят, закрывать эти проблемы, да, используя вот этот чудесный продукт, который за моей спиной, да, вот эти замечательные эфирные масла Дотера, а мы говорим именно об эфирных маслах Дотера, о том, что это продукт, в качестве которого сомневаться нельзя, просто по той причине, что это всемирно известный продукт, который имеет все необходимые сертификаты чистоты, качества, то есть мы знаем, что это продукт терапевтического класса, мы знаем, что он не содержит примесей и каких-то искусственных добавок, это доказано сертификатами, газовыми хроматограммами, и всей многолетней деятельностью Дотера, и всем многолетним опытом, уже, наверное, теперь миллионов людей, которые пользуются этой продукцией, и в наш с тобой план теперь будет входить регулярный выход вот таких видео, и если сегодня это было просто знакомство, да, и общий обзор с теми продуктами, которые мы можем использовать для облегчения и уменьшения своих страданий, то следующие выходы из этого сериала, я бы так его назвала, будут посвящены как раз точечно каждый выход отдельно взятые проблемы, да, будь то артрит, артроз, будь то там гастрит, будь то кожная какая-то проблема, коллагеноз и все такое, прочее, системные заболевания, аутоиммунные заболевания, поэтому уже сейчас я могу призвать наших зрителей, чтобы обратить внимание вот на этот сериал, не пропускать новых видео, обязательно подписаться на канал, если вы еще не подписаны, обязательно нажать колокольчик, чтобы получать вовремя оповещение о каждом новом видео и не пропускать эту важную информацию, которую мы с Полиной будем транслировать, и самое главное, что у вас теперь есть возможность вот у тех людей, которые практикуют очищение организма самостоятельно, у вас теперь есть возможность делать это вместе с нами и руководствоваться нашими рекомендациями, в частности, рекомендациями и помощью Полины, которую я уже не побоюсь назвать гуру, гуру условного голодания на эфирных маслах. И если у вас уже сейчас есть желание проходить такой курс под присмотром Полины и получая ее рекомендации по применению эфирных масел, вы можете прямо сейчас переходить по ссылочке под этим видео и Полина вам все расскажет, объяснит, как все сделать правильно, как получить этот продукт замечательный, как сколлаборироваться с Полиной и со мной для того, чтобы делать все грамотно, под присмотром и на самом деле эффективно лечить себя с помощью натуральных природных продуктов, а не с помощью фармацевтики, которая, как мы теперь знаем, всего лишь гасит симптомы. Мы за глубокое оздоровление на очень глубоком клеточном уровне с использованием натуральных природных продуктов. Ждите выхода в ближайшее время следующей серии нашего сериала. И мы, конечно же, с Полиной желаем всем здоровья. Если вы никогда еще не пробовали очищать свой организм, то сейчас самое время изучать эту тему. субтитры